Привет друзья! Вы на канале Поехали с нами. Это канал обзоров отелей и достопримечательностей со всех стран мира. Сейчас у нас будет обзор района Эль Гуна в Хургаге в Египте. Приехали мы сюда на такси из нашего отеля. У нас отель Нуби Аквабич Ресорт в 12 километрах отсюда. Сейчас нас таксист провез через весь район и высадил возле так называемая их гавань, марина какая-то. Типа Дубай Марины здесь стоят такие же яхты модные. Весь бомон здесь ставит свою технику на показ. Стоянка. Сейчас включили навигатор и по карте ищем что-нибудь, что есть по карте. Нашли какой-то мост влюбленных или еще чего-то в полутора километрах. Сейчас придем к этому мосту, посмотрим, что там есть. Жарко, декабрь, народа мало. Что здесь интересно? Привет, дорогие друзья! Нас тут ругода находила. Ну, это какой-то один из пляжей. Здесь таких, я так понимаю, тысячи. Народа никого нету, вообще никого нет, несмотря на то, что сейчас 2 часа дня. Все пустое. Это или отели, или частные апартаменты. Ну, пока непонятно. Не знаю, здесь неинтересно. Идем дальше. Ну, сейчас мы вышли в какой-то, скажу сразу, это эльгуна, что-то типа, ну, египтяне называют ее египетская Венеция. Ну, до Венеции, конечно, ей мега далеко, но они стараются. Этот район построил египетский миллиардер. И он, я так понимаю, совсем недавно, молодой район, пытается сделать что-то здесь красивое, аналог Соха в Шарм-эль-Шейхе. И только будет эта эльгуна в Хургаде. Ну, народа нет вообще. Никто не купается. Ну, красивые пляжные домики. Мы сейчас построили маршрут к домику Черепахи. Идти около полутора километров. Домик Черепахи – это что-то типа гольф-клуба. Вот впереди он, виден, такая серая конструкция похожая. Не буду говорить, на что похожая. Сейчас придем, посмотрим, что там рядом. Много мостов, много магазинов. Много есть, даже банкоматы я снимал. Здесь деньги менял на местные. Ну, в общем, никто не пристает. Доехать сюда сложно. Вот мы сейчас пришли к домику Черепахи. Это гольф-клуб. Большой, большой пустой гольф-клуб. Я не очень разбираюсь в гольф-клубах. Но здесь красиво. Много зелени. Много каких-то вот этих, как они там у гольфистов называются, локаций. Не знаю, как называется. Где лунки, трава, песок. Гулять здесь интересно. Особенно, если принять во внимание, что здесь никого, кроме нас, нет. Здесь очень интересно. Скажу так. Доехать сюда сложно. Вот сейчас мы какое-то расстояние уже прогулялись. Не могу сказать, что пока я впечатлен. Не то, что сложно доехать. Мы ехали сюда на такси, застряли на блокпосту, нас проверяли, проверяли машину, расспрашивали. Это не место для туристов, которые приезжают извне. Это как богатый район в каком-то, так сказать, богатом квартале. Но мы проехали, вышли и вот гуляем. Не пойму пока, как возвращаться обратно. Потому что такси здесь взять негде. Ну, по карте мы можем выйти к тому месту, с которого мы приехали, там попытаться кого-то поймать. Но туда идти километра два. Сейчас уже темнеет. В общем, пофотографируем этот домик черепахи. Внутрь заходить нельзя. Это частная собственность написана. Там табличка возле дома стояла. Но вокруг гулять можно, где хочешь, по траве ходить. Трава огорожена. Ну, как бы сфотографироваться, зайти можно. Очень красиво. Не холодно. Хотя вечер. Ну, атмосфера очень приятная. Но это пока единственная локация, которую мы здесь нашли. На карте еще есть несколько маленьких таких локаций. Незначительных. Мы их ранее до этого видели на фотографиях в гугле. Ну, нагуглили, прежде чем сюда приехать. Но я уже сейчас, честно говоря, не понимаю, стоит ли туда идти. Потому что все как-то очень простое. Ну, такое вот обычное. Путь сюда был интереснее, скажем так, чем вот мы уже здесь. И результат нашей поездки не такой интересный, как путь, который мы проложили сюда из нашего отеля. Хотя мы находимся рядом. Нам ехать недалеко. Если у вас тоже отель рядом, ну, приедьте, посмотрите. Это вас ничему не обяжет. В общем, вернулись мы из Эльгуны в свой отель. Краткие итоги. Нам до Эльгуны 12 километров. Поэтому доехали мы туда за 4 доллара, по-моему. Вернулись еще дешевле. На маленьком микроавтобусе. Нас ребята подвезли. Ехать недалеко. Перед заездом стоит блокпост. Машину досматривали. С водителем разговаривали. С нами разговаривали. В общем, досмотрели машину, пропустили. Отвез он нас к какому-то яхт-клубу. Стоят модные яхты модных пацанов. Мы там погуляли. По пути он показал, что вот здесь и здесь и здесь сюда пройдите. Когда приехали, включили гугл-карты. И уже по гугл-картам пошли. Сначала погуляли по Марине. По набережной с дорогими яхтами. Потом пошли на остров. Ну, видео есть. Видео есть у острова. Потом пошли к домику черепахи. Тоже красивый гольф-луб частный. Территория частная. Но гулять можно. И скажу, что в принципе добраться туда легко. Выехать оттуда тяжело. Мы еще зашли в несколько мест. Супермаркет погуляли. Как бы интересно. Все посмотреть можно. Но когда мы решили уехать, мы по карте построили маршрут. И где-то километр, наверное, шли, прежде чем нас подхватили. Потому что все вечером едут из этого района. Все там непонятно, где в нем садятся. Из этой льгуны туристы. А те, кто живут в льгуне, они наоборот едут в нее. Поэтому возвращаются. Где-то отдыхали, где-то гуляли. Поэтому поток машин в льгуну большой. Из льгуны маленький. И они почти все заняты. Ну, нас ребята подсадили. Мы быстренько сторговались. Там, я же говорю, по-моему, с 50-х денег. Это около, чуть меньше 4 доллара. В целом резюме. Если вы живете рядом, если вы любите ходить, если вы любите ходить от достопримечательностей к достопримечательности, большое расстояние, потому что там не сосредоточено все рядом. Съездите, конечно, посмотрите. Мы были с детьми. Дети, в принципе, взрослые. Перенесли нормально. Туалета нигде там найти невозможно. Заранее готовьтесь. Магазинов полно. В целом, приятного просмотра вам. Если понравилось видео, конечно же, ставьте лайк, комментарий. Все приветствуются. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем добра и хорошего дня или вечера. У кого как.